Сегодня в Трэнди Лаб. Молодые, яркие, смелые. Изучаем стрит-фэшн и развлечения хипстеров. Мы вас где-то видели. Звездные девушки в дефиле Александры Казаковой. Вся богема. Новая коллекция любимой марки российских модников. И вот она, нарядная. Рассматриваем концертный гардероб елки на бэкстейже в Олимпийском. Всем привет! Я Снежина Кулова и сегодня мы выходим на улицу. Почему? Потому что наконец-то наступили майские праздники, наконец-то погода прекрасная, мы улыбаемся солнцу и ищем те приключения, которые можно сделать на открытом, свежем воздухе. Ну давайте просто не валять дурака, а делать что-то с умом, с толком, с расстановкой. И как модно, например, на Западе искать арт-объекты. Почему бы и нет? Нет, еще недавно в Лондоне произошли такие массовые поиски пасхальных яиц. Сейчас же можно загрузить себе приложение GPS и искать, например, граффити Бэнкси. Тоже интересно. Что же делает наша молодежь здесь, в Москве? Мы вышли на улицу и узнали, какие самые модные увлечения на это лето. Готовимся! Расскажите, какие ваши любимые увлечения в этот период года? На свежем воздухе именно. Мы в основном катаемся на велосипедах. Еще у меня много друзей, которые катаются на скейтах, причем профессиональные. Также мотороллер, мотоцикл, велосипед, пробежки. Какие у вас увлечения? Ходить на пикники. Играть во фрисби, кататься на велосипедах, на мотороллерах. Я не знаю, делать все что угодно, развлекаться. На самом деле я очень безумно люблю кататься на велосипеде. Что ты любишь делать? Кататься на мобеде по Москве, по центру. Красиво просто, Москва лучший город. И скейтбординг, уже 10 лет катаюсь, поэтому вот мои самые любимые занятия в Москве. Я буду кататься на скейтборде, играть в пинг-понг. Доска! Доска! Да, только доска. Доска, еще виндсерфинг где-нибудь в Старагино, и у меня еще веспочка с ней, и в общем столько мороки со старинной штук. Бейкборд. Бейкборд. Да, ну и йога по вечерам. Пробежку по утрам обязательно, по вечерам на велосипеде. Я люблю вейксерфинг. Сейчас даже в Москве можно серпить за катером. Также очень круто кататься на скейтборде с мягкими колесами большими. Когда светит солнце, и ты неспешно едешь по парку, делая дуги, наслаждаясь ветром. Обязательно оставьте свой коммент, чем вы любите заниматься летом, чтобы мы, может быть, посмотрели у вас. Ну, а посещение концертов всегда остается в моде, поэтому мы отправляемся на бэкстейдж к прекрасной елке, где мы не только услышим ее ангельский голос, но и посмотрим, в чем она выступила на своем сольном концерте в Олимпийском. Елка, Лизочка, вот только что было такое. Это невероятное событие в твоей жизни и в жизни всех твоих фанатов, потому что это большой концерт, это красивый зал, это смена костюмов. Были ли какие-то моменты, когда ты чувствовала, что вот если бы не это, то было бы совершенно по-другому? Вот все-таки появляется какая-то осанка, стать. У меня сегодня были очень разнохарактерные наряды. Лилия Литковская – это тот дизайнер, за которым мы гоняемся уже не первую неделю, даже съездили в Киев, но так и не смогли встретиться. Она к нам приехала в Москву. Привет! Привет! Насколько ты разграничиваешь то, что ты делаешь для отдельных персонажей и то, что включает в себя твои линии? Если бы я делала в своих показах блог для артистов, эти бы вещи входили. Ну, это исключительно, да, мои мысли, но направленные под определенного человека. Кто та девушка, которая носит твою одежду? Ну, вот елка носит твою одежду, ну, вот эта девушка. Мне очень близка она, ее мышление, ее образ мышления, да, да и сама она в целом как человек. С белым платьем я была агрессивная, но нежная. Белое платье – это мое самое любимое платье, и на данный момент это, ну, наверное, какая-то моя внутренняя гордость. Человек замотал себя в определенную ленту, как бы она сама создала это платье, такое, как оно получилось. Чтобы вы понимали, оно из тончайшей кожи. В каркасе я была какая-то космическая. Вот перья, естественно, это. Я вижу, что очень много здесь бисера. Перья были созданы давно. Елка долго не хотела их одевать, все вживалось в эти перья, крылья. Ну, вот сегодня, мне кажется, они отыграли вместе с ней. Ну, юбочки – это прям юбочки. Если бы ты вдруг, Снежиночка, видела, как мне описывала Лиля эту юбку, когда она была только в зародыше. Она просто так показала нам эту юбку, она показала, как эта юбка будет работать в танце. И, собственно, танец она нам продемонстрировала. Лизу, короче, ты такая выходишь и все работает, понимаешь? А ты так повернулась, и хвост работал. Шкирка загугочит после цешкисти. С помощью этой кисточки крайне легко нанести тональный крем. Видишь, как нелегко перед камерой? Рекомендую вообще иметь вот эту кисточку. Если нет, то есть еще одна кисточка, которую намного легче заиметь. Это кисточка МАК. Или аналоги какие-то. Она тоже довольно-таки удобная. Ей очень легко наносить тональный крем, потому что наносится очень равномерно, очень быстро. Никаких пятен. И самое главное... А как наносить, если ты кисточку не держал никогда вживу? Нужно ее подержать несколько раз. И всегда прекрасное настроение. Ты лично на нее очень сильно влияешь. И если вы увидите в коллекции Лилии Литковской что-то горчичное синее, знайте, что это вот елка постаралась. Потому что вот мы сидели, тебя ждали, она мерила уже твои туфли, приглядывалась в красным цветом. Спроси у меня, как? Основное для меня в вещах, да, не сама вещь, а как она выражает внутренность человека. Не важна наносная история на вещи, а важно, что она может передать и рассказать о человеке, когда человек просто статично молчит. Друзья, с вами была Елка Лилия Литковская. Сразу после своего концерта. Специально для Трэнди Лаб. Пока! Смотрите в следующей части Трэнди Лаб. Стрит-фэшн. Реальная мода на улицах Москвы. Перья, крылья, хвост. Синяя птица в новой коллекции Богема. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!